Сегодняшний вопрос, который мы рассмотрим в этом видео, звучит так. Могут ли коллектора не выпустить должника за рубеж? Ну, давайте так. Суть этого вопроса звучит, конечно, немножко неправильно, но так как нам его вот так задавали, мы так на него и ответим. Если мы говорим про саму суть вопроса, то ответ простой. Нет, конечно же не могут. То есть, напомню вопрос, могут ли коллектора не выпустить должника за рубеж? Нет, коллектора этого сделать не могут. То есть, они не могут ограничить право гражданина Украины выезда за рубеж. То есть, если у вас есть долг, крупный, маленький, коллектора сделать этого не могут. Поэтому их угрозы, если они вам такое говорят и угрожают, что вас не выпустят за рубеж, это просто вранье. Но если мы рассмотрим этот вопрос более широко, то есть, с законодательной, юридической точки зрения, то тут уже возникают нюансы. И вот с этими нюансами я вас ознакомлю, чтобы вы понимали. Правильнее будет задавать вопрос, могут ли не выпустить за рубеж за долги. И ответ тогда будет звучать так. Да, это возможно при определенных обстоятельствах. Но при каких же обстоятельствах это возможно? Так вот, если ваш кредитор получил судебное решение, в котором зафиксировано, что вы должны такую-то сумму, и это решение вступило в законную силу, или он сделал исполнительную надпись с нотариуса, в которой зафиксировано, что вы должны такую-то сумму, обратился к частному или государственному исполнителю, открыл исполнительное производство против вас, то есть действует в законном порядке, и вы, в свою очередь, да, не пытаетесь договориться с кредитором, не обжаловываете исполнительную надпись суда, исполнительную надпись нотариуса в суде, и не судились с кредитором, и тот смог получить решение суда, и как следствие открыть исполнительное производство, то вот в этих всех обстоятельствах государственный или частный исполнитель может обратиться в суд с соответствующим поданям, в котором попросить ограничить вам выезд за рубеж, и суд может такое поданя удовлетворить. Если мы говорим о судебной практике, и вообще, как часто такое происходит, то не все исполнители, естественно, это делают, потому что на это нужно время, правильно составить документы, обосновать, почему это нужно, сделать запросы в пограничную службу и так далее, но где-то половина из исполнителей под давлением кредитора все-таки это делают. Какой же успех получить такое удовлетворение по судебному решению? Тоже 50 на 50. Какой-то процент судей отказывает, считая, что это ограничивает права конституционные должника, или что недостаточно обоснований таких действий, а какой-то процент считает это возможным и удовлетворяет. Если вам удовлетворят выезд, удовлетворят поданя исполнителей, поставят выезд, запрет на выезд за рубеж, естественно, вы не сможете выехать, поэтому следите за этим вопросом. Если у вас есть открытое исполнительное производство, у государственного или частного исполнителя опасность получения выезда за рубеж присутствует. Но есть также нюанс. Если ваш долг, открытый у частного или государственного исполнителя, все-таки не превышает 100 тысяч гривен, вероятность, что исполнитель будет обращаться в суд по даням про заборону на выезд, и что он получит удовлетворение, крайне низкое. Но чем выше долг, тем больше шансов на то, что исполнитель все-таки подаст такое поданя, и что суд ему его удовлетворит. Приблизительно такая ситуация. Надеюсь, эта информация будет вам полезной, вы сможете использовать ее для защиты собственных прав и интересов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы видеть наши новые видео по новым темам. А также напоминаю, что все подписчики нашего канала могут задавать нам вопросы под видео, если они у вас есть. А мы будем стараться максимально быстро и оперативно вам на эти вопросы отвечать. Подписывайтесь на канал. Всем удачи!